спасибо дорогие аналитики действительно инвиктус гейминг team secret стадия драфта закончена решающая третья карта которая определит кто идет дальше с уже нормальным мешком денег кто-то летит домой очень интересный драфт у нас начинает показывать мска теперь мы однозначно знаем что луна это заготовочка которая не преподносит нам решающий момент поскольку соперник довольно таки серьезный и давайте посмотрим что будет в этой игре пошли тпшечки значит такие дефолтные тпшки никого не не удивляют и один и второй второй парень идут чекать варды ну и все тут палится купей сразу все заметил то что летает сюда клок расставляет баны на споты и думаю будет догадываться примерно что и как он завардил давайте посмотрим кто на ком играет мы видим то что папе на шаду шамане за и дарксирм с4 милина куроки баунти хантер и артизи на луне инвиктус гейминг фэй тэншент оперейшн кси флок феррари будет играть на шторм спирите бёрнинг шадоу флинт и чуань на вич докторе необычное решение сделали айджи решив поставить у нас бёрнинга бёрнинга на мид это на самом деле можно очень много стоит давайте посмотрим как он выставит с против с4 потому что на моей памяти бёрнинг уже очень давно туда не ходил а для мидлейна нужна практика на ну и свой считается одним из самых сильных если не самых сильных мидеров вообще в доте по крайней мере чемпионский титул из нее есть не ошибаюсь есть урок очередной замес 4 джа раунти хантер на этот раз тим секрет пошли сюда толпой откинулись по отмечке только еще один я и джи прогоняешь что самое интересное вот этого шаду шамана брали только раз и выиграли да это кстати очень хороший герой если так подумать у него кейс в доте все и могу рон и физерон и дизейбл и в общем инициации очень классные с даггера в виде хикса и морды для подкушили дефонива и когда у него в инвентаре появляется рефрешер аганим хекс он ван x1 любого без шансов ну пора следить за видом у нас интересная ситуация снизу вообще никто не забрал руну она так и осталась начинает стоять джорник на меде и подходит сюда чай нападает на курок упал ловит вам баночки есть кайлы но кайлы пока не на машине мало за баунти у нас бежит ну что на топе на топе будет стоять зай против ferrari нам шторм спереди а раньше шторма не такой огромный страну дэмэдж будет периодически получать вот щитков но здесь странная ситуация появляется у айджи они не хотели пойти триплой в харт хотя возможно им стоило это сделать потому что у них будет ты ренджа причем довольно таки агрессивных это и что он спирит и аппарат который готовы давать дачу так баунти хантер у нас свеча творится человек пока выполняет роль куры и куроку не пускает его начинаю харасить человек сейчас будет искать себе новые пути для того чтобы что-то на мид принести на на самом деле это неприятно кстати так чем это то что кура в мид нормально уйти не может зая очень сильно наглеет приходит уже третий уровень получает пошел член тач если вортекс вортекса нет поэтому зай просто убегает на все же ну так вот из того что айджи у нас не пошли триплой в карт и не оставили плакверка против darksera то получается что и darksera чувствует себя сверху хорошо тут аппарат что он спирт это два героя которые вообще ему ничего не делают он в любой ситуации накидывает на себя сурша убегает и при этом спокойно лайн толкает и нужно что-то делать плюс есть баунти хантеру баунти хантера в очередной раз появляется простор он может спокойно напасть на центр вот мы видим то что гонится за чуаном который кстати хочет отойти моментальная перетяжка от с4 который может помочь но немножко не успевает так вот баунти хантер может пойти в лес и обламывать стаки которые любят делать vd также он спокойно нападает на мид лэйн напрягая того же сэпо вслед за этим он может напасть сверху под щитки darksera и вот сколько все происходит от этого саппорта когда ты не наказываешь эту наглость ну пока он не делает вообще ничего пока он выигрывает очень много времени можно сказать что и чего не делает ничего но с другой стороны одни центре чего стоили зай куда-то далеко пошел подходит сюда чувак и качает вортакс феррари кстати я беды маски вот же есть есть см 3 ночи они писали вор такса зай видать не ожидал видимо думал что все штормы будут качаться одинаково там временант и оверлот но здесь мы видим что ferrari к этому готов меня есть ощущение что он вообще вортакс будет максить в один момент потому что уж слишком хорошим здесь вы при такой прокачки когда вроде бы таксирует ничего не мешает мы видим то что ferrari этот мам этот пробел восполняет и что он качнет что он качнет ничего не качнет бы ждать момента чтобы потом можно было дать на отъедается пока тангусами и творить им на ботами в это время клок пока что по крипам всего 4 ласт хита а купить не особо любит подпускать его крипам но по экспеди тем не менее клок почти четвертого уровня артер тем временем уже почти пятого несмотря на смерть секс пою у нее все великолепно снизу очень хороший вар поставок лакверка вот чем хорош ради от к это то что тебе очень тяжело понять куда поставить ворты тут можно для того чтобы полностью его раздеварить нужно иметь три точки и мы видим то что пока у team secret этого им вардов не хватает и клокверк спокойно выталкивает для силы коробочкой и после этого подвышкой все получает пока третий лав и этот почти четвертый лав и это достойный результат против лины с шаду шамана забирает с форум и иллюзий в меде пока по крипстат сам все весьма ровно 26 против 21 на 4 хорошо стоит кстати что как не удивительно но берлинг медея учитывая что баунти хантер где-то бегает он очень хорошо стоит и дает сдачи с каждой секунды вот это противостояние она идет тому что сф начинает добивать крипов все лучше и лучше а в один момент он просто будет кидать два кайла и спокойно уходить там в лес на руну или плата еще для себя откроется бог боится но он крепа здесь держит чтобы лэйн спушился и лэйн спушится пытается мартезис дына и все что может но очень очень хорошо кстати клокверк действует да он постоянно выталкивает для себя ленью и когда если вдруг допустим team secret захотят попушить то переагреваешь на себя крипов ракеткой и ты на коне в центре нападения на бёрнинга но он молниеносно убегает с 4 почти убил тут немножко не хватило и и стояние продолжается вот каждое стояние она на руку ай джи потому что ну баунти хантер ему нужен лево если никто нигде не умирает если все формят то баунти хантер может и ведь и дальше бегать 2 уровня на действительно второй уровень сапога пока даже нет есть урбов веном импакт он почти никого не вносит никому сейчас не мешает до вышел на мигалую мгновенно сф отожрался ботлом пошел форманул стаки и у горнинга все более чем великолепно выход начинает лечить экспо у darkseer а с одной стороны дать быстрый трек это очень здорово но какая-то время бесполезен но с другой стороны а где он полезен это уже он суммарно бесполезен получается но на него очень много потратили мы видим что у ай джи саят сентри сентря сверху сентря на руне сентря в центре и еще сентря снизу то есть огромное количество денег ай джи тратит для того чтобы себя от него защитить в прошлой игре они сделали однозначно нужные выводы и время похоже что время линии зайти в лес с 4 все понимает есть сф которого нет на линии он по-любому фармится с фармит свои леса но из-за того что вообще никого не видно если вот нажать и в два мы видим что в прямом смысле вообще ничего не видят на карте то у героя ни одного героя нет да не то что кого-то вообще ни одного героя нет поэтому лина играет осторожно ура пошел сироте из третий уровень 3 попытку к уроку руку стараются у нас теперь агрессивно зайти в спину и понимают что раз уж тут стоит центре и чего нельзя то есть next level атаки это ты пушишь линии вот у нас из 4 уже этим занимается и после этого ты через зорву финал нападаешь на чоне и не об не и его не отпускаешь чего он понял чего не понял то что здесь куроку но успевает поражать даст и очень хорошо зачем дозвол непонятно для себя то есть это замедление что угодно лишь бы ну лишь бы ты видел полки хантера потому что он мог быть где угодно и берег возвращается зафармил все свои леса забрал почти все стаки которые там находились и по графика мы видим что ли нас завода миджам заходит спину так бегают они тому же пути хантером вокруг этого медлайна очень долго королесит айджи нужно спокойно стоять снизу клокверк у нас продолжает получать экспу без шестого уровня он не герой и то же самое касается аппарата поэтому пока идти вообще куда-либо очень рано аппарата все немного по экспириенции очень повезло сейчас айджи то что у нас снизу у нас там нападает артизи на бёрнинга очень повезло артизи всей битвы влетели в сф и чего не успел поделить дэмэдж и в итоге 5 стиков чё я должен был прожимать дабл килл есть к есть есть касочка есть касочка ладно а не было касочки это меня уже плавит хорошо луна разобрала двух героев но ура это сильный бост и подконтрила сф а при этом аппарата оставляют на линии одного чтобы он максимально быстро получил что уровень то что если бы он был 6 луне бы сейчас был бы габлык это факт и шатал шаман забирает вышку людей и сверху у нас еще зай нападает на аппарата до пола ручи с ним разобраться влетает сюда ferrari у зая нету хосты и скорее всего зай приплыл да зай погиб под черенточным слишком много урона фейт еле-еле выживает но получается что уровень нужно делать отсюда тупо от маны нет на мазал сяк ларите можно конечку прибывает мана дакставать вал но вышку потеряют вы же теряю сто процентов до вышку потеряют и тем секрет и вообще не парится на второй минуте уже в пятером я уже в четвером ломают tower сверху по-прежнему айджи очень тяжело ответить ник ник не хватает большого дпс а то есть мы видим что у нас есть только один сф который хорошо на ну бьет с руки но если посмотреть его пассивочка дает всего 72 если она заряжена вторым как луна которая имеет пассивочку на один она дает приблизительно то же самое всей своей команде плюс лина которая под бафом разрывает также мы имеем и шаду шамана свар которого скоро будут варды и лайна птим секрет в общем-то понятие мы нафармим а потом пойдем поставим свои варды интересно типа масс файт опять же удачный ульт аппарата ракетка плака и хук-шот какой-то шторм спирита нечаянно за это будет работать если у team secret все будут стоять но если помнить что эти ребята настоящие гении кайтинга они у них плюс у них и есть треки то все этим файты могут сложиться с тем что один хорстат и вся твоя команда убегает потому что у айджи молиться только на шторм спирита который способен кого-то цеплять по форму шторм спирита так себе такси я сделал очень много полезного сверху за счет своих двух щитков причем при этом мы видим ничего себе у сам восьмого лавала и разница между луной и штормом почти в полтора раза а это довольно таки много шторм пока не не может гангать никого сейчас потихонечку падают вышки команда team secret по крайней мере на ботами прожимают против кейшн очень хочет забрать ее бёрдинг это логично ему нужно мега и при этом нетворцы немного возрастут сейчас воспользовались окошком в котором у луны был фиде ультимейта ну там буквально оставалось 10-15 секунд и айджи по таймингу вышли и забрали ну теперь все внимание наверх ferrari понимает что где-то нет пятерых героев могут фармить свой лес но там варды и твоя команда там их нет могут стоять на базе но это не team secret и могут просто пойти забирать товара как они делают это во всех играх поэтому феррари нужно играть очень осторожно подходит darksir ничего не боится потрясающий выход со смока от купея и его команды и это невероятный минус такого смока вышку на ботами заметь бёрнинг тоже не особо никто не торопился делать киеве тп или еще надо надо драться т2 ни в коем случае нельзя отдавать и уже летит сюда darksir который готов давать факу первого ловла у запарата за большие проблемы будет ли не стали даже кайлы тратить просто забрали в итоге размен один в один курор есть vision 5 уровень имеется может ткнуть конечно но толку от этого не будет готова мека сфа готова мека соуринг приобретает шторм вперед дает понять то что скорее всего он пойдет быстро уже тут посмотрим на самом деле феррари уже думать что ему собирать потому что скорее всего когда он купит себе что-то на атаку то уже все будут слишком толстые вот если посмотреть дали на у нас почти 5000 творится ли на 5 таксир 3 800 у шторма цельсово поэтому я бы ему предложил собрать чуть ли не black king barthorst item ну или какой-нибудь stone иначе будет тяжело стоят в артеу айджи поставили они заранее на отходах чтобы палить вражеский лес они наблюдают из-за с4 и за остальными ребятами по центру и теперь вопрос том смогут ли айджик угадать направление атаки team secret потому что все есть у луны есть ультимейт также мы имеем у нас и стенку дарксиры плюс лагуна лины надо идти но идут четвером опасного то что они тут четвером это очень опасно потому что лена это самая сильная подруга заходит на хэгграунд вид артизи врывается на бёрнинга отлично шторм потрясающе это уже минус 3 попытка касочки подцепили кура но нет вижена но луза божил просто идеальный врыв от клакверка и молниеносной реакции от шторма и аппарата до минус 3 бёрнинг 1400 на руках шторм теперь 1100 отличная игра от invictus gaming то что здесь не было ли на это ошибка но это да это на самом деле был чуть ли не ключевой герой для того чтобы можно было своего врага цеплять потому что есть комбинация через у нападает вот сейчас начиная лагуна лучше не тратить там нужны засовете однако чуань ты чуань убегает нет тут можно к лагуну было и потратить надо было тратить лагуну но это был бы фраг это был бы 6 уровень баланс ханга но в итоге у тимс века сейчас начинается приключение им очень тяжело цеплять своих врагов есть шаду шаман который мог бы как-то ворваться но ему нужен блингдаггер и пока блингдаггера нету лина должна эти первые и кого-то поднимать потому что если этого не произойдет то как мы видели бёрнинг просто от вас убежал и так дела не делаются нужно врываться уверенно нашли с 4 нашли сф а все тут друг на друга посмотрели что от прыгнул крипа влетает у нас ультимейт аппарата и ни по кому не попал и время контратаки от team secret подходит сюда зай выталкивает ну и свои же когов и постарается сделать тп а вот с 4 не вид кулдаун нету бима не достает фантастика просто разбежались просто разбежались индекс гейминг это правильное решение после того как инициация сайт вас то не удалось кукшот тоже пролетел мимо надо было просто убегать стоит отметить то что вич доктор уже дезвард появился и следующем файте если его удачно поставить и ни у кого не будет в это время дизайбл хотя это маловероятно потому что тут практически все сбивает это звар что тосты что станали на юл и зашел кекс взять сетка конечно же все это сбивает но в этой игре чего не вообще красавчик он потратил огромное количество сил и времени для того чтобы разобраться с баунти хантером и взялся с суппорта которому не так много надо до дезвард на вот это конечно круто 11 левел но мы все знаем что он на шестом левеле может дать dps так что чуани нас молодец ему возможно стоит разделиться с фейтом то есть аппарат уже получил себе восьмой ул 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 теперь от того что у него там прибавится мидас или агоним это не сильно порешает потому что слишком много стоит ждать ну и все естественно будут бегать блокинг барах а вот чуани пора пора фармить пошел смог пошел смог попытка кого-то найти быть возможно байт небольшой наберли гердинг толстого леген на ferrari ferrari прикольно передвигается находит у нас куроки очень хорошо действовать все в итоге сэвит свой кукшот и куроку забирают этот брак они по-любому хотели найти но лучше забрать банки чем ничего чтобы что ничего не потратили что раз перед словой маны потому что руну реген он не потерял и получается минус уровне куда и пока что пока что баунти хантер в игре не найден пока да он не успевал точнее очень поздно получил свой шестой ла при этом у при этом у айджи довольно таки боевой пик и сами айджи намекают на то что скорее всего они будут убивать а вы будете убегать так что баунти хантер в такой защитной игре он начинает себя очень слабо показывать бонус мудспида никогда и vision не мешали но суммарно отсутствие каких-то станов и так далее это печально подходит с4 нападает на лич доктора интересный момент в итоге чуань может погибнуть но мека очень хорошо реагирует берлинг я считал дэмэдж он десятого лэвла десятого лэвла не хватит чтобы убить там шестики были учу они поэтому пробить было очень трудно да в общем секре секретом нужны хотя хотя бы один форстав у врага как вверх если клоквер хоть кого-то ловит неважно это будет луна баунти хантер лина лидоксир то это почти моментальный минус а если вы еще пойдете и драться под этой коробкой то дезвард и прочий прочий рассказ вам шансов вообще не оставит поэтому сейчас тяжело очень стим секретом нападать мы видим то что за и нафармил мекку и да это хороший вариант но с другой стороны против того же аппарата и вряд ли сможешь оставить своего союзника и и я уже начинает набирать обороты что у нас по графикам преимущество team secret порядка двух с половиной тысяч по золоту по xp они выиграют тоже около двух тысяч несмотря на то что преимущество по килом небольшой у инвиктус гейминг суммарно на карте по графикам преимущество у секретов в пирали понимая что скорее всего у нас будет происходить то что было и во всех предыдущих играх а это именно один большой сплошной замес и тут мало кто будет загуливать решает купить блудстон для того чтобы врываться и танковать решение грамотное будет будет доминировать и это посмотришь утворять тем секрет заходит смаке на рошана кстати очень крутой мух учитывая то что есть воды растер нас очень много урона и айджи этого явно не ожидают сейчас они должен ракет куда запускать не дает что он экономит он давно должен был просветить его случае рашан здесь упадет артизи компашка но вот уже летит скорее не ракетка ультимейт аппарата теперь айджи обо всем знают но летит сюда клаквер летит клаквер который врывается в артизи прыгает пытается на штурспирит ворует айджи забирает артизи и это минус 2 но айеги за айджи и из айджи что распределить сейчас появится тоже поднимают и ул сф с дабл дэмэджем здесь надо уходить отсюда и свод сейчас просто с двух клюв развалит есть хайлы сфу получает меков бёрнин слишком много урода пытается уйти но куда-то из подводной лодки под треком денешься ультимейт но айджи выжили максимум из того что могли да несмотря на то что тем секрет их убили и заработали очень много голды но айэгис они не отдали и при этом даже луну убили то есть получилось более-менее могло быть все намного сложнее а мог погибнуть мог и ракетку могла еще полететь на гонку эти ужасная игра против аппарата одновременный клакап даже если ты фуловый у тебя все хорошо ты идешь по фармить кути лэйн где нон-стоп прилетает ульт аппарата ракетка ты очень плохо чувствуешь да и отхила маловато есть настолько метод арксирована мы наблюдаем за тем что она выбирает dps вариант то есть никаких доминаторов таких видосов вообще ничего просто пакуешь все барабаны которые дают тебе хп на ранней стадии потом бкб и до победного идешь в бой хорошо покоится все вот интересно что куроки сделают у него аркан тапки делают урну спонуть артизи нагло гуляет у него кулдаун т.п. луо в позиции там и клипс есть 2 уровня поэтому если влетит во время краски и клипса blade mail у него никого нет он расцепится очень быстро у пт 1800 гем покупает аппарат я думаю что он купит на мидос кстати но я тоже думал что он купит на мидос но в целом на аппарате здесь деньги не решают то есть то здесь напали на чего ничего не проблема успевает зайти в тень в итоге артизи его нашел забрали и отдали одного вич доктора нет ни одного вич доктора еще и трекилл на копирке перетянулись очень хорошо появляется с опознаваться немного феррари фармит ботом феррари вот-вот будет готов в ладстоу надо еще выформить совсем чуть-чуть посмотрим получится ли потому что team secret начинают давить минус т2 на топе ульт аппарата не особо ощущает это артизи хп бару видно все-таки уже накопил немного айтемов на здоровье да вот нам я подсказывает то что аппарату чуть ли не коронный герой фейта но и в целом понятно что они которые любят исключительно тимфайты вам можно показать себя замечательно вот бегает он поражескому лесу есть такое ощущение что он как вар тут хочет себя показать подходит кстати ferrari поэтому одновременно происходит и байт находит находит ли на его и очень медленно с 4 поднимает его вверх находит баунтихантера шторма ну в общем да он был таким ходячим вождем который нашел врага но баунтихантер трекилл забрал нет трека по мне было если не ошибаюсь что он был на ferrari на баунтихантер в это время стихи службы с ferrari хороший врыв на с4 есть и ул есть лагуна также у нас есть ворте от пупея забирает у нас по с4 чего он ставит потрясающий ватт достаётся курорку успевает выжить с 4 гонится за чуанем и чуань также попался летят летят треки есть сеточка его поймали и стики но кстати хорошо может отбиваться есть еще качки ночи он боролся до конца и в это время еще продолжают ferrari звонили пошел бим есть суш дарксир должен давать ему вижну нету ferrari абсолютно несколько маны чунидет арксир сурочные люди сурочные люди и иллюзия поет бить на себя уже кинул служа этого поэтому в кулдауне все было тракт на ferrari продолжает вести а ты посадишь здесь происходит артизи его просто срезает пошел тос вид ferrari есть бим этот донай берлинг просто кастует балл избить абсолютно нечем он кстати затянул немного артизи вижн был уже очень давно к ferrari мог дать им намного раньше этого угробило бы никаких доноев вас было словно не было и началась веселуха движуха айджи не понимая что делать на карте тем секрет поставлю настолько крутые ворды что они просто не знают видят от них или нет и в итоге луна луна по-прежнему продолжает выпушить вверх подходит так лак вверх но у нее есть эклипсы и она тут просто по просто убьет двоих хотят увидеть видит круг ведет крови могут попробовать забрать луну происходит байт на курицу вот таких как лак вверх думает что луна там смотри смотри сейчас будет кукшоте да он как же догадался я думаю уже догадался но знаешь не все не все так просто напад по прежнему ищет луну и space на карте артизи все еще без блэки на паре он летел летит даггер купею и блэки вар готовый артизи по прежде переделать по прежнему не могут начала нужно найти ворды по крайней мере для джи то есть есть гему шторма они ищут их духовку в дефолтных точках да то есть где обычно их ставят например в лесу и так далее но будет варту же стоит половину времени нападают на сф у сфа есть бкб врывается к лак вверху и плохо для свойство погибает артизи проживает лиц все очень много дамеджа отличный вакуум артизи пошел наваливать руки и видит чуаня есть бим что разберет ворвался кончается блэкин бар артизи подтягивает патри ванан погибает артизи ставится варты пупечер тоже мгновенно отсыпется в таверту минус купеет шторм нырок но больше никого нет просто ломают варды это фитфёст это шикарный врыв от клакверка лина напала молниеносная реакция от ну он вообще не дал ничего успеть сделать она ну толком не раздамаживалась лагуна у нас куда в кулдауне ты в целом получилось шикарно то есть забежал артизи на точку где никто не мог ему помочь потому что стояли здесь стояли здесь коги также если пусть улетел все моментально бросились назад а в это время айджи напали одним кулаком и по одному приняли очень хорошая драка для джи до отыграли отыграли немножко денег а что самое главное могу сейчас выдохнуть то что не все так плохо и можно еще по сражаться в кд было в том что разберет он этом из того что он динайл со на топе бернинг имеет даггер не платим парами 1400 на руках лагер на купе это конечно круто но ведь можно было и огонь и попробовать собрать или он хочет играть инициирующую роль кто купить купей ну блин хорош и блин сам расти хорош особенно когда ты почти единственный инициатор и такая раз такая никогда ты прыгаешь ставишь ворды на и у даешь хекс молнию ну и потом можешь погибать смело то есть на самом деле были мысли что такое расти можно еще и блэдмейл собрать ты хотя бы будешь писать впитывает но урону не очень мало но посмотрим может быть может быть окупится пока вот то что происходит то есть он похоже идет к лобовым столкновением драки 5 на 5 и все команд всем командам нужно себя просто на хп очки и урон паковать бернинг кстати видим он следует вслед за пупеем покупает себе блинг даггер но его понять можно пока лина без лагуны можно смело врываться за клокверка и давать свой ультимейт в любого оппонента форстафов как мы видим у ребят из team секретов нету вообще ни одного форстафа против клокверка поэтому может окупиться подобное действие пайп появился кстати маунт хантера тоже выбор не плохой вот он огоним на линиях да вот теперь у бёрнинга будет поинтереснее игра потому что он может очень быстро погибнуть если team secret его зафокусит и все ждут рошана вспоминая как осторожно играли team secret в прошлой игре я думаю в этот раз они точно никуда не пойдут и все спокойно будут фармить и вот здесь легкое преимущество клокверка потому что пока вы все бегаете команды туда и сюда одни и вторые герои формят клокверк все время чекает ракетки своих противников и имеет хоть какую-то информацию о карте есть конечно еще и баунти хантер который может светить но учитывая что врага что он спирит то это опасно занятие и лучше себя похолдить то что у артизи потихонечку бкб начинает уменьшаться сейчас он 9 секундный уже стало еще пару таких драк и она станет совсем маленьким коротким и что он фирид будет контролить пока что ты не только что в спирит тут в целом очень хороший урон то что нужно следующий заряды использовать очень грамотно ищут смоке байтит типа луна стоит сверху я уже должны думать что четыре героя стоять за не но очень плохая стычка будет для но айджи поступили мудрее и перешли во вражеский лес заходит на хайграунд понимает что где-то тут находится аппарат да моментально спалили смог и могут забрать фейта но фейт фейт убежал ребята о ее подходит купить блинка может окупиться в итоге на его нашли но и по это нужно как самурай сделать сделать все характере но но не получилось не может быть нет нет было было блин то расти окупился он купился оттолкнули от мидас я так понимаю то что не было тысяча стоя он ничего не покупал может конечно это быть сразу попытка выйти вагоним и купить point booster но посмотрим посмотрим тут появляется раша аппарат у нас таверния дпс очень много мысли флок зачекает ракетка рашана и увидит долги нет ульта аппарата в этом основной в основной момент то что 8 секунд можно сделать он будет через 8 секунд но аппарат не хочет делать байбэк это и же прекрасно понимают и похоже на то что они отдали раша на на халяву да оппозиция была хорошей узкий проход вот и аппарат могли разорвать кого угодно действий голды и усим секрет и аегис на преимущество вернулась на преимущество момента того замеса в медле под 23 что вернинг 3 800 на руках опять же ничего не покупает байбэк сушить т2 должны идти дефать иначе отдавать вышку как-то неправильно забирают вышку в медле она есть т.п. есть фортификация отпрыгивает уже гординг с даггером искали наверное будет сверху мы посмотрим я на самом деле думаю что им и butterfly может в один момент зайти хорошо поскольку бкб у него 10 секунду уже 8 секунд но самое главное чтобы он внес урона потому что урона здесь не так много у айджи есть очень много маг прокаста но бкб это контрит поэтому возможно стоит и с руки побить вот мы видим то что он по-прежнему ничего не покупает вот что-то хочет ими прыгать на артизи будет есть блэдмейл бкб нажимает артизи нужно кастовать ультимейте иначе потом будет уже поздно подходит сф и выбивает аегис перетягивается вся команда айджи перник юзайт свой ультимейт и артизи почти моментально падают как же айджи сыграли и сыграли великолепно еще будет кастфонте сло шторм но есть мана есть ремнант ставится отличный ваху по четверинке посмотри какая стенка как же разваливают team secret погоня за феррари маны нет купе даггер откатится через четыре секунды цепану здесь феррари какая сетка на граунд минус шторм спирит как же они дерутся как же они заманили буквально в последний момент айджи поверили что без луны ничего не получится но вот эта комбинация с darkseer луной и всеми остальными ребятами сработала просто идеально darkseer 1 одной стенки нанес 2000 урона если посчитать еще урон с иллюзии то того это и который сбил мгновенно без варты все что угодно стенка которая сделала все все которые выигрывают файты и нападение ответочка нету стенки врывается на папе и папе хочет валить подходит сюда чуань в итоге бурст в акси и слава богу он выжил начинает у нас фармить варды ну и все более-менее айджи да не очень не очень хорошо подрались и и преимущество team secret дошло до 12000 но айгиса теперь нет и можно готовиться к следующему прошим файтом но у ferrari 4 заряда в основу не остается андреагин уменьшается потихонечку не хотят уступать секрет они хотят добить эту вышку ну они хотят просто навязать тимфайт чувствую что время пришло и нужно убивать вот прям бегают под вражеской базой таким есть у darkseer да хотят убедиться в том что нигде не ставится ты или какие-либо варды да учитывая то что они учитывая то что они гем выбили и стараются увидеть ferrari кстати чувствую что ульты ультожим ульта луны это дело тонкое нужно срочно как-то выживать за месси иначе тебя будут убивать за один апельс и делать для себя пока точку выиграл выбор четкий следующего прошу его нужно зацепили по параметам 100 подходит из 4 врывается купе из блинка и опять блин к нашему шамане делает свое дело на самом деле без шаду шамана бы уже справились то что т.п. было потрачено у ferrari амана у нее в кармане было сто вот столбов кд деваться ему не было абсолютно туда соглеет нагляет у нас ferrari необычно для этого игрока и по-прежнему происходит давление обижали весь вражеский лес никого здесь не нашли и пошли у нас вниз вернется ты делает скайли как ты предполагал подходит что фейту которого апсисы entry за это все дело палит подходит с 4 которого на лагуне 15 секунд нападает на фейта фейт кастует на себя глимерки не стал кастовать вакуум и на топе купей продолжает фармить купе и готов аганин и практически 16 уровень 15 уже прямо сейчас получил один удачный тимфайт 16 уровень цыганимом варды это очень больно это очень очень больно это как лагуна лины союзников 10 вартов 130 урона с каждого варда один залп 1300 урона физой два залпа два залпа 2600 три три тысячи пятьсот ну и по накатанный очень хорошая и плюс и плюс сплэш который кстати нет нет а работает и раста вот так вот по чуть-чуть по чуть-чуть но она уже загоняет шторма и планомерно начиная становиться дополнительным кором свое время герой был хорош особенно когда еще все собирали рефрешер и он убивал почти все да я помню демон выиграл такой замечательный турнир как нэксон по моему связкой раз да и я помню 4 и где такие команды как ньюби активно его пик или на второй третий пик и даже она была там чуть ли не перспеком и вот сейчас этот герой опять начинает себя раскрывать потому что если подумать то для тимфайта есть все и контроль и нюки и варды движуха одного бесполезного стула в общем да все здорово идут на низ у нас этим секрет понимает то что сейчас нужно подавить и наконец-то забрать последний товар есть у них гем чего естественно у айджи нет и пока они владеют всей информации на карте готовится к рошану дроша на еще две минуты минимум нужно будет ждать данных как этот подниматься страшно но можно кстати как-то и воды раздавать то есть подошел поставил варды побил товар отошел и уже как ни крути но ты нанес хоть какой-то это ставить наверное на егес на драку на рошане потому что там варды поставленный кутих и или даже не на хг просто закрывая кого-то в проходе это будет печаль артизи понимая что дело пахнет жареном и нужно забыть про такое слово дпс пакует себя максимум жир ну-ка у нас бкб два раза в пяти играх на шторме и выиграл да вот эти хороший знак для ferrari то что бкб вообще полезная темно здесь у него у меня для него хорошие новости что слишком много преимуществу этим секрет 15000 хотя кто его знает может быть и перевернут в этой игре да посмотрим ну я вижу что что баунс кантер скоро доберется до solar crest который кстати будет гробить очень-очень сильно из повесения сэфа маркетинг баром и нет это будет печально у darksir почти готова шива хороший выбор для того чтобы вносить суббор в драке его танковывать будет тоже нормально что берлинга церонок до верник очень аккуратно фармит стоит на хг на самом деле тяжело принимать спать и просто будет салбов тяжело принимать такие врывы потому что не видно поставили в арту убедились что из берлинг здесь был один и и лох принял на себя удар или на видел да скорее на я видел потому что удар мгновенно ушел у даггера sf ему ничего не грозило ну вордов пока нет поэтому бояться нечего 100 секунд еще колдауна это время артизи просто фармит им торопиться некуда гроша на времени еще есть тем более без плака бояться нечего вряд ли какая-то инициация будет стороны инвиктус гейминг этому артизи спокойно будет оформливать свой скади наверное не значит это будет чай оставил причем 12 лал бегается гонима вот он кстати как не как не зря он готов к тимфайт раш тем файтом на раша и вот то что я говорил да все таки фейс молодец у нас отдал пространство для этого персонажа и полностью пересел на воды аппарат 11 уровень есть прокачанный вортекс я не понял по ходу качал плюсы неожиданное решение ну ладно оставим на его суд может быть плюсы на аппарате и порулют выживать слишком мало боялся что будет умирать мгновенно хотя он и сейчас ладуя лагуна умирает ровно 950 у него 870 актера поэтому если не захочет на просто этому в лицо лагуна и он убивает умирает с фулл хп и айджи пошли батить на сфа который пошел с маке держит позиции на хг увидели баунти хантера есть даст у ferrari который его не юзает очень долго ждут и в итоге куроки по моему сейчас прощают уроки или не факт что его отдали бы но факт по моему штамп спирит с бкб аппарат с ультой он погибал на сто процентов там было нереально выжить учитывая что позиция была идеальна они стояли на хг и в итоге живет смог ганг не окупился раша вот-вот появится и айджи занимает клаудная позицию который кстати с этого турнира выпали выпали но фармить крипов прежнему можно чекают варды зачем или сверху тим секреты это видит флагверк который видит уроки нападает на него и намечается у нас рыб луна включает бкб моментально убивает у нас флагверка отличный буш тормах и в итоге это минус минус один минус два потрясающие сколько дэмэджа летит по артизе очень трудно ему уйти сейчас будут вортах заложиться нет по команды на развороте по фейту очень больно артур наваливает есть минус аппарата бёрненько зажимают варды минус бёрненько пойдут ли дальше попытки сделать и паут вакуум от заячуань очень больно пошел бим если касочки есть каски пока не бросают но нет здесь уже не отпустят это трипл килл от артизи это минус пять на исполнении team secret и они тут же идут на хайграунд ну что сказать пупей почти в соло почти в соло шаду шамана развалил кэри окружил его вардами дал ему контроль и после этого сф вообще ничего не смог сделать и просто эти варды забили до смерти поддерживаетесь очень сильно team secret не ломятся они пока на хайграунд и возможно это правильно потому что какой-то байбэк а шторм спирит и отдать пару кор героев это будет сильная ошибка и зачем это делать если вы только сейчас выиграли файт 5 на 5 и закрепили свое преимущество до 25 тысяч по золоту и 20 тысяч по экспириенцию ваш керри в шоколаде у вас все великолепно поэтому просто отрегенится закупиться и повторить и айджи нужно рисковать они знают то что у луны сейчас нет ультимейта остается еще 60 секунд появляется сф и прямо сейчас нужно идти ол-ин и драться до последнего за эгис хукшот типанули артизи тоже кекс бакенфар пожимает сайс глаз мимо а вот эта ошибка от аппарата уже было но это ошибка вообще была тайджи я не совсем поддерживаю их действие сейчас что твакверк поверил на такой знаешь соло за гу гейминг от team secret и это был просто изи фраг айджи могли принять драку без ультимейта луны у них были хоть какие-то шансы хорошо закомбинить в узком проходе но теперь это очередной а егис ну и вот после этого непонятно как айджи вообще собираются выигрывать замедлен какой-то будет луна 3000 луна 3000 хоть хотят сделать рейт сайт готовы это все готовы но не ничего не будет шаба-шаба-шаба с хексом на готове тут никак через ирок падает который достается линия и на 20 уровень пойдут на хайграунд я думаю да луна с айгисом артизи весьма плотный отпевает о единстве что вот владмир здесь кому-то не хватает чтобы хоть какой-то лайфстил был да у луны еще прошу заметить 3000 хп 20 армора и и даже дезвард уже не пробьет слишком мало бьет 54 процента ждут ждут когда я не туз гейминг спустятся с хайграунда и пойдут плену а не появились на топе тут же идут они уже ждали пока никто с гейминг спустится с хайграунда в итоге это так и не произошло поэтому на месте team secret нужно сейчас вырываться и грызть по базу вот подходит луна начинает бить базу нужно ой стоит очень хорошо воды нужно драться до того как луна начнет бить бараки и айджи метод и после того как это товар под это конец база . артизи очень сильно наглеет варды стоят все еще до втайцы к феррари хоть как-то разбить но здесь артизи начинает бить барак и дэмэдж летит по всем просто летит по всем ну вот так вот айджи решили отдать одну сторону не знаю с чем это связано но я понимаю да но team secret сейчас еще раз зайдут на кулдаун на варды всего лишь 120 секунд поэтому они подождут и у них будет еще две попытки чтобы сломать и джебану они слишком хладнокровно базу отдают антимага то нет да никто не спит пушит я даже сказал больше никто почти не выфармливает shadow find купил кристалис даже если вылетит пара тройка критов подряд по луне на этого не ощутить но вот реально посмотреть него дэмэдж посмотреть на ее армор умножить даже дэмэдж в 2 ты ничего не дает не убивает он эту у нее 25 арморов кучи хп я ездить team secret хорошо реализуют свое преимущество никуда не торопятся понимают что пока есть куда он на варды раз ты лучше всего привести себе айтемы в сейф режиме кура летит прям чуть ли не вот так вот на для того чтобы принести butterfly артизии когда будет butterfly жирная жирная . жирную . поставить team secret ну вот сейчас для тем а для g по ум единственное что светит это просто залететь в смаке я просто не знаки какие какие у них вообще ауты потому что но будет сейчас все то же самое что было до этого да подойдет луна подойдет шаду шаман поставить свои варды и я же это посмотрит и неужели они дадут и вторую сторону после этого за не попытаются наверняка подраться ладно смотрим под хайграундом team secret подходит крипы купе и запрыгивать сайт в ордер шторферит врывается купе и пытается нанести выходит к дэмэдж пошел айтбаски кислогуна ferrari приходится уходить отсюда артизи в это время на хайграунде просто катает бёрнинга пошел эклипс резнулись крипы своевременно чуань кидает катушки бёрнинг просто спасается бегством это ему не помогает табл килл от артизии бараки просто падают это год гейме я думаю well played этим secret проходят дальше да невероятный подсып от своей команды абсолютно все кинули в шаду шамана который осталось зафокусить айджи но в это время артизи просто разломал сф вот мы видим то что вернинг старается с ним постражаться но очень мало дэмэджа потерплять дает о себе знать огромное количество месток и артизи начинает убивать выбили айгис погиб сф пайбэк от ferrari но шару шаман по-прежнему контролирует все врывы и это будет гега трибуны ликуют очень сильно здесь поддерживают team secret очень сильно их любят хотя я не сказал бы что менее любят бёрнинга ну а джи поролись team secret надавили на ту самую слабость которая была присущей людям с востоком осторожность желание играть сэйв